День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. От Алмаза до Спартака министр спорта России Олег Матыцын убедился, что его профильная отрасль в Рязанской области под особым вниманием. Динамика обратной связи Павел Малков на правительстве призвал к правильной систематизации обращений. Лето и арбалеты. Какие концерты, мастер-классы и спортивные программы ждут рязанцев уже с июня, рассказали в городской мэрии. Сразу несколько спортивных объектов осмотрел в Рязани министр спорта России Олег Матыцын. Вместе с губернатором Павлом Малковым они побывали на биатлонном комплексе «Алмаз» в Академии тенниса имени Николая Озерова на стадионе Спартак. Финальной же точкой стал дворец спорта «Олимпийский». На ледовой арене дворца спорта «Олимпийский» хоккейный матч в самом разгаре. Правда, тренировочный. Зато здесь все по-настоящему. И силовая борьба, и меткие броски. Вот только на трибуне всего два зрителя. Но какие? Министр спорта Олег Матыцын и глава региона Павел Малков. «Олимпийский» – финальная точка спортивного маршрута чиновников. Здесь же встреча со спортивной общественностью. Павел Малков отметил, что развитию и господдержке физкультуры и спорта в регионе уделяют особое внимание. Сегодня растет количество людей, которые занимаются спортом. Сейчас это уже больше половины населения, 53%. На этот год у нас задача поставлена дойти до 55%. Мы эту задачу обязательно выполним. Мы это поручили президенту. Мы должны его достичь в любом случае. Ну вот хочу отдельно сказать, что одно из ключевых направлений у нас сегодня задачи – это укрепление и развитие спортивной инфраструктуры. Здесь тоже много сейчас делается. Например, поддержка федерального правительства, федерального и спорта. Мы активно сейчас занимаемся и обновлением спортивных объектов наших и строительства новых. Павел Малков рассказал, что в прошлом году в регионе уже открыли три фока в Сараевском, Милославском и Скопинском районах. Началось строительство нового в микрорайоне Торфмаш. До конца года в Рязани достроят крытый футбольный манеж. Параллельно идет ремонт стадиона «Спартак» и легкоатлетического манежа «Юность». В ближайшей перспективе фоки в Сапожке и Ухолове, а также два крытых катка с искусственным льдом в Рязани и Скопинском районе. А благодаря частным инвестициям появится новая современная теннисная площадка в Солочи. По словам министра спорта Российской Федерации Олега Матыцына, внимание спорту регион оказывает самое серьезное. Есть хорошая база для развития талантливых спортсменов и для занятия массовым спортом. Здесь работает профессиональная команда. На каждом объекте, где я был, вижу, что и в руководстве очень заинтересованы профессиональные люди. Жизнь на объектах идет, причем работа ведется как по развитию массового спорта, так и профессионального спорта. И это, наверное, залог успеха. С одной стороны, в спортивной отрасли, с другой стороны, мы спорт рассматриваем как очень важный фактор стабильного развития региона. И я очень рад, что у главы региона такое же понимание. Олег Матыцын добавил, что в регионе есть все для успешного развития отрасли. В первую очередь, это готовность руководства региона изучать и внедрять лучший опыт. Работать в команде с профессионалами, энтузиастами, учитывать пожелания и предпочтения людей. На встрече со спортивной общественностью речь шла о реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Поддержки школ Олимпийского резерва в перспективах допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, а также создании адаптивных спортшкол. В завершении мероприятия министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын вручил представителям спортивной сферы региона ведомственные награды. Около 90 тысяч рязанцев уже приняли участие во всероссийском голосовании по проекту формирования комфортной городской среды. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Он призвал всех тех, кто еще не высказал свою позицию, сделать это как можно быстрее. До 31 мая включительно. Впрочем, были сегодня и другие темы. Голосование за благоустройство объектов вышло на финишную прямую. У рязанцев осталось без малого две недели, чтобы определить районы, где ремонт необходим в первую очередь. Ну, помимо Центрального парка культуры и отдыха, который в этом списке почему-то каждый год. И, скорее всего, снова туда попадет. В общем, как в лотерее. Три из 26. На выбор представлено 50 общественных пространств, 15 муниципалитетов. Если говорить про Рязань, то здесь выбор из 26 объектов. И по итогам 4 объекта в Рязани непосредственно будут определены победителями. По одному в каждом районе города. Проголосовать можно разными способами, в том числе через портал, либо с помощью волонтеров. В Рязани, в крупных торговых центрах, есть такие точки, где можно это сделать. Сама процедура голосования очень простая. Буквально несколько нажатий. Что в итоге выберут рязанцы, что выберут жители нашего региона. Те объекты и будут благоустраиваться в следующем году. Одна из тревожных сезонных напастей – борщевик. Его разрастание пока не критично, но все же сигналы в ленту к Павлу Малкову попадают. Живучий сорняк сегодня беспокоит пока только некоторых жителей частного сектора. Но его способность к размножению велика. Поэтому губернатор призвал проверить все такие проблемные зоны, включая обочины сельских дорог. Впрочем, системности подхода эта тихая охота вроде пока не требует. Работают сначала механическим способом. Там до трех раз скашивают в сезон. И, соответственно, гербицидные обработки. Объективно площадь не разрастается, но и сильно не уменьшается. Растения очень тяжело убить. Но пока мы обсуждали программных мероприятий по этому поводу не требуется. Вроде бы справляются с силами в том числе бизнеса, который помогает или механическими способами, техникой, или же приобретение и предоставление гербицидов для работы. Новинка, которую Павел Малков ввел с сегодняшнего дня – анализ сообщений от жителей области через Центр управления регионом. За прошлую неделю таких сигналов было 2200. Дороги, медицины, благоустройство, ЖКХ, мусор – топ-5 тем обращений. Вот только пока что вся эта аналитика – не повод к действию, а накопленная статистика. Такой вывод, по крайней мере, сделал Павел Малков. Не доходит информации до тех, кому адресовано. До тех же глав на местах. Главной администрации пока нет. Если такая необходимость есть, мы вместе с специалистами сделаем. Такая необходимость, безусловно, есть. Я, например, один раз был у руководителя префектуры в Санкт-Петербурге. Он мне показал, каждое утро, каждое утро у него начинается работа с того, что он смотрит, какие жалобы, вопросы, обращения есть в соцсетях. Он показал пачку, аналитический отчет, пачку листов, отчет, который у него лежит на столе, где все очень подробно расписано. И он дальше сам дает поручение. Потому что, еще раз, если мы это от специалистов направляем, которые готовят ответы на обращение, это немножко не то. Нужно направлять всем людям, которые принимают решения и несут ответственность за вверенное направление. Систематизация обратной связи, по словам губернатора, должна стать другой. Например, отражать количество обращений на тысячу жителей. И плюс, отслеживать динамику ответных действий властей на местах. Вот тогда этот новый формат станет результативным. Этим летом для жителей Рязани подготовлены различные формы досуга, которые будут проходить на общественных пространствах. В Центральном парке культуры и отдыха, парке Гагарина, лесопарке, Нижнем городском парке, а также на площадках у учреждений культуры. Об этом стало известно на совещании в городской мэрии. Программу так и назвали «Лето в городе». Управление Рязанского троллейбуса можно поздравить с обновлением. 10 новых автобусов уже прибыли, еще 4 в пути. Но это только треть от того, что нужно. Об этом Елена Сорокина заявила на техническом совещании в мэрии. Впрочем, она добавила, что сама заявка может стать шире. Всего по контракту, который уже заключен, 39 автобусов. Но есть очень реальная возможность получить уже в этом году все 47 запланированных автобусов. Благодаря такой мощной поддержке правительства и губернатора. И, конечно, здесь спасибо вице-губернатору Артему Анатольевичу Брату, который непосредственно курирует данный вопрос обновления техники. Лето город встречает круглосуточной уборкой и теперь уже окосом травы. Подрядчики выходят в ночь, обещают начать масштабно работать триммерами уже с завтрашнего дня. Кроме того, не иначе, как барханами из песка называет мэр города неубранные горки на Михайловском шоссе и улице Полевой. Ждать, пока все это смоет дождем, нерочительно. Впрочем, у глагола «ждать» применительно к мэрии есть и приятная сторона. Этим летом для всех рязанцев готовят разные общественные сюрпризы. В Рязани запускают проект «Лето в городе». И кинопоказы, и в том числе лектории, и мастер-классы. В общем-то, программы достаточно разнообразные и для семей с детьми, и для лет серебряного возраста. В общем-то, учли пожелания горожан в тех формах досуга, которые они предпочитают. Планируем предложить такой вечерний досуг для жителей спальных микрорайонов. Это не просто мероприятие с концертными программами, но в том числе мы хотим рассказать горожанам и жителям этих микрорайонов об истории этого микрорайона, о том, какие люди здесь жили, какие люди талантливые здесь живут. В общем-то, это такой образовательно-развлекательный проект, который, как мне кажется, как нам кажется, будет очень полезен и интересен горожанам. Свой проект этим летом ждет и улицу Почтовая. Здесь хотят объединить всех уличных музыкантов. Мэрия начинает принимать заявки на вступление в эту коалицию. Музыка Почтовой – уже вполне себе состоявшийся бренд. Истории с фиктивной пропиской в льготных зонах регулярно выявляют правоохранительные органы, но желающих обмануть государство, несмотря на серьезные наказания, за подобные действия меньше не становится. Проверкой установлено, что жительница Сараевского района в период беременности с целью последующего получения выплат зарегистрировалась по адресу Рязанской области, Ухоловский район, село Коноплино. Населенный пункт относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. И лицам, проживающим в данной местности, предоставляются ежемесячные выплаты. Фактически женщина не проживала в Коноплино, но ежемесячно более трех лет получала предусмотренные законом выплаты. В результате проверки прокурорам в органы расследования направлено постановление с материалами проверки, которые и стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении женщины по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за хищение денежных средств при получении социальных пособий и выплат на ребенка. В результате рассмотрения уголовного дела судом жительница Сараевского района Рязанской области осуждена к наказанию в виде одного года лишения свободы условно. Кроме этого, судом по иску прокурора с женщины взыскано почти полмиллиона рублей. В качестве обеспечительной меры на принадлежащий ей автомобиль наложен арест. Фальшивомонетчики немного подуспокоили. За первый квартал этого года выявлено всего два десятка фальшивых купюр. Такое снижение активности фиксирует сегодня Банк России. Впрочем, попытки объять необъятное все же есть. Нашли даже сто долларов. Лидер среди поддельных банкнот по-прежнему пятитысячная. За первый квартал этого года нарисованных красненьких обнаружили 13 экземпляров. Для сравнения, в прошлом году их было в три раза больше. Далее в реестре фальшивых шесть тысячных и три двухтысячных купюры. Есть даже экзотика. Одна бумажка в сто долларов. Сегодня в России на один миллион банкнот, находящихся в обращении, приходится всего четыре подделки. Несмотря на это, необходимо всегда проверять на подлинность наличные деньги, особенно крупных номиналов. При сомнениях лучше отказаться от такой купюры. Проверить подлинность российских бумажных денег поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России». В целом же количество фальшивых банкнот снизилось в три с половиной раза. Сегодня их всего 22. По стране ситуация другая. Свыше трех тысяч поддельных купюр и монет. В лидерах по-прежнему пять тысяч. Впрочем, среди фальшивых были даже 50-рублевые купюры. Есть даже монетки по 10 и 5 рублей. А вот по банкнотам иностранных государств ситуация сильно отличается. Больше всего поддельных евро. Доллары лишь вторые. Ну и в качестве экзотики есть даже китайский юань, украинская гривна и шведская крона. Правила проверки купюры на подлинность не изменились. Помимо приложения вы можете проверить подлинность банкнот самостоятельно. На просвет вы увидите водяные знаки. На ощупь вы почувствуете повышенный рельеф букв, которые изображены на купюрах. А также по изменению цвета голограммы на банкноте. При наклоне банкноты вперед, вниз, влево, вправо. Специалисты советуют не пытаться фальшивкой где-то расплатиться. За это грозит уголовная ответственность. Поэтому в случае такой находки сразу в банк или полицию. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gora62.tv И на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok